Тема моей проповеди называется «Как обновить свой ум и избавиться от негативных мыслей». Это уже третья часть. Если вы пропустили первую и вторую серию, вы можете посмотреть ее на нашем YouTube-канале. А мы продолжаем. Я убежден в том, что мысли имеют огромную, очень огромную силу, влияют на наше настроение, состояние и поведение. И неправильные, негативные мысли, они разрушительно действуют на человека. Страдает не только сам он, но и люди вокруг него чувствуют эти побочные негативные эффекты. Ключевое местописание, которое мы с вами читали, Римлянам 12.2. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Итак, первое, что хотелось бы подчеркнуть, это то, что Писание возлагает ответственность на верующих людей за свой разум. Наша ответственность защищать свой разум. Наша ответственность обновлять свой ум. И я думаю, что много людей, давно верующих, страдают из-за того, что они никогда не занимались вот этим очень важным процессом. Не придавали значения. Возможно, не понимали, как это на практике работает. Но трансформация на основании текста, преображение невозможно, если человек не усвоил этот урок. И сегодня мы вникаем именно в эту тему. Это не просто психологические какие-то трюки, а это духовные процессы, которые происходить должны внутри верующего человека. Главный вопрос – как обновить свой ум на практике? И мы с вами смотрели пять пунктов. Первый шаг – это обнови, определить свой склад ума. Почему этот первый шаг очень важный? Мы с вами прошли в Библии шесть разных видов, вариантов ума. На экране вы видите тексты Писания, которые подтверждают, что эти виды ума, склада ума существуют у людей и сегодня. Плотской ум или мышление, превратный ум, беспокойный ум, суетный ум, негативный, ропотливый и в конце духовный, правильный, духовный ум. Мы с вами говорили о том, что очень важно, чтобы человек этот шаг не пропустил. Если кто хочет обновить свой ум, принимает этот вызов из Божьего слова, то нельзя перепрыгнуть через этот шаг. Нужно признать, на каком уровне я, какое мое состояние. Если человек, честно, сам себе не может из этого списка выбрать, какой склад ума у него, я понимаю, что мы говорили, помните, что иногда они у нас меняются, мышление меняется в зависимости от обстоятельств, но у каждого есть доминирующий склад ума. То, о чем вы больше всего, чаще всего, постоянно более думаете. Если человек, честно, себе не оценил, тогда все три серии проповедей и все, что я буду дальше говорить, не имеет смысла. Потому что человек не видит нужды, что менять, не видит целей, сам себя не видит. Поэтому важно, чтобы человек сам честно определил, где, на каком уровне нахожусь я. И мы с вами говорили о том, что доктор говорит, что мы есть то, что мы кушаем. А Библия говорит, что ты есть то, что ты, громче, думаешь. Притча 23.7 написана, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Поэтому мышление определяет очень много в человеке. Ценности, приоритеты. И второй шаг, как практически обновить свой ум, мы с вами говорили, это читай Писание. Первое, определи свой склад ума. Второе, читай или заполни свой разум Писанием. Читай или слушай. Но обязательно ты должен лично себя питать Божьим Словом. И ключевой стих, откуда эта методика, кто-то скажет, а почему ты связываешь? Иногда некоторые люди могут думать, что на любой вопрос просто говори, Иисус, Библия, молитва. Нет, 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 здесь есть, и ты как бы попал в цель. Здесь есть ответ в Писании, это подтверждается. Евреям 4.12 написано, ибо Божье Слово живо, действенно, проникает до разделения души, духа, до мозгов, и судит мысли, помышления человеческие. Заметьте, врачи, супруги, соседи, друзья не могут залезть в мысли, не могут их исправить. Только Библия, только Библия проникает до мозгов, судит, то есть анализирует наше мышление, чтобы мы могли исправляться. И мы с вами говорили о том, что любая информация, которую мы слушаем, смотрим или думаем, проходит через наш разум, обязательно. И влияет на наш дух. И информация, которая преобладает в нашем разуме или сердце, которой больше, вот это и формирует наш склад ума. А информация могут быть разные источники. Новости, инстаграм, фейсбук, фильмы, видеоигры, бизнес, здоровье, Библия. Все это информация из разных источников. И помните, я вам показывал такой визуальный пример, где я брал стакан с водой, наполненный грязной водой. Грязная вода – это преобраз неправильных мыслей. А кувшин с чистой водой – это Божье Слово. И когда мы заливаем Божье Слово в этот грязный стакан, грязная вода выливается, заполняется чистой. И если мы пропорции соблюдаем правильно, то тогда мы Божьим Словом вытесняем негативные, неправильные мысли и заполняем их правильным. И вывод, который мы сделали с вами, это то, что Слово Божье корректирует наш взгляд на разную информацию. Не только балансирует, а корректирует взгляд, вытесняя плотской склад ума и заменяя его духовным. Мы также с вами говорили о том, что Божье Слово Иисус учил не только читать, а пребывать в Слове. Иоанна 8, 31. Если пребудете в Слове Моем, и дальше был вопрос «Оцени свой уровень отношения к Богу». И там четыре уровня. Первое – я размышляю над Словом. Второе – я пребываю в Слове. Третье – я нерегулярно читаю Библию или мало. И четвертое – я не читаю Библию или очень редко. И вывод очень важный. Если человек верующий не находится хотя бы на уровне номер два, то обновить мышление нереально, невозможно. Потому что Библия – единственный инструмент, который может воздействовать и менять мышление людей. А сам себе ты можешь там обещать, стараться, раздуваться. Ничего не получится. Поэтому честный вот этот анализ, если ты на уровне два не находишься, то скорее всего, что мышление останется таким же. А Писание призывает нас его обновлять. Итак, практические шаги, как обновить свой ум. Пять шагов. Первый – определи свой склад ума. Это была первая часть. Второе – читай Писание. Это была вторая часть. А мы с вами сейчас третью серию проповеди слушаем. Цитируй Писание. Это третий шаг. Цитируй. И четвертый будет сегодня – фильтруй свои мысли. Итак, идем по порядку. Читаем с вами, значит, третий пункт, пункт, чтобы обновить свой ум практически – цитируй Писание. Эту методику не просто я придумал, это не просто психологи предлагают, это метод, который я взял из Библии на примере Иисуса Христа, который именно так реагировал на разные духовные атаки. Итак, вначале прочитаем 1 Петра 5,8. Написано. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. В новом переводе написано «будьте благоразумны» от слова «разумны», то есть мысли, пусть у вас будут разумные или правильные. Английский перевод написано «be sober-minded», то есть «здравый ум». А теперь обратите внимание на то, что «sober-minded» – «здравый ум» и «дьявол» в одном тексте. Там, где мысли, ум, там же и дьявол. И когда Писание призывает нас «противостойте дьяволу», мы иногда даже не знаем, а как это, а что это надо делать. А где там с кем воевать и где его искать? А вот здесь, друзья, подтверждение того, что существует реально война, духовная битва. Написано, чтобы нам противостоять ему, потому что дьявол ищет кого поглотить, поглотить, совратить, искусить. Как? Как? Все начинается отсюда, с разума. Вот с мыслей начинается – проигрыш или победа. И там написано «противостойте ему твердую верою». А как это? Большими буквами написать «я верующий?» «Дьявол, ты меня не трогай». Как противостоять твердой верою? Здесь важно всем верующим знать, а какое основание моей веры? На чем основана моя вера? Как я могу дьяволу противостоять моей верой? Все должны знать этот ответ. Наша вера основана на Слове Божьем, Слово, которое принес Христос. Он есть Слово. Вот на этом основании основана наша вера. Поэтому, когда и речь идет «противостойте ему твердую верою», то вот это Слово Божье дает нам вот этот фундамент и основание. Но, друзья, самый интересный вопрос в этом тексте нужно разобраться, где идет война. Посмотрите еще раз на экране, где эта же война идет. Это не просто географическое положение. Самое важное увидеть, что война идет в твоей голове. Это вообще, кажется, неужели? Человек может быть сам в комнате, полная тишина, никого нет вокруг, закрытый, а там в мозгах взрывы взрываются, атомные бомбы рвутся. Человек аж задыхается от такого, знаешь, давления внутри, от переживаний, смущений. Кто-то приходит в комнату, слушай, а что у тебя тут происходит? Война. Где? Конечно же, она невидима, она внутри происходит. И мы никогда так не смотрим на эти вещи. Но в тексте мы читаем. Be sober-minded, трезвитесь, потому что противник ходит. Да, друзья, именно в разуме часто начинается наше поражение. И именно туда дьявол бьет. А теперь, друзья, вернемся к нашему практическому шагу, как обновлять свой ум, цитируя Писание. Хотел бы вам напомнить историю Иисуса Христа, как он был искушен в пустыне. Три раза дьявол его искушал, и Иисус Христос применял только одну тактику. Очень такую тонкую и всегда одинаковую. Верующие, я думаю, мы помним, да? Как Иисус отвечал? Дьявол его атакует, а что если... А Иисус ему отвечает как? Громче. Написано. Воу, that's it? Это все? Просто вот текст Писания. Вот, друзья, видите, иногда, когда наши мысли нас атакуют, и мы от этого сами мучаемся, никакие кнопки не работают, мы не знаем, как это все остановить. Но есть один метод. Когда ты знаешь Писание, и ты его цитируешь. когда ты цитируешь Писание. Вот это, друзья, очень пример для нас, как в духовном мире есть вот оружие, которое comparable, которое соответствует, которое влияет, и в конце мы знаем, что дьявол его оставил. Интересно, смотрите, какую тактику использует дьявол. Я ее называю тактикой если. What if? Вы замечали, что у нас в разуме часто бывает, а что, если что-то плохое случится? Ну, в Дексанвилле такого люди не думают, но вдруг, вы гости, вдруг вот так человек подумал, а что, если что-то плохое случится? Заметьте, вот это «если» это такое семя ядовитое, а если ты, а если Бог добрый, то почему ты попал в такую ситуацию? А если Бог и не любовь, а если Бог и не такой добрый, как рассказывают? Ты-то голову опустил и думаешь, и правда, а что если? Вот это «если» это такое ядовитая штучка, вы всегда вот вспоминайте. Вот в диалоге, если вы с кем-то разговариваете, и вы просто поникли, вот просто подавлены, и спрашивают, почему, как дела? И человек отвечает, ну, вдруг, если. Вы сразу, стоп-стоп-стоп, знакома тактика, знакома методика, давай я тебе покажу, покажу, я тебе раскрою все тайны врага. Открываем, читаем, слышишь, «если» и правда. И все, ты сразу понял, как бы ты попал, ты просто сам не понял, как ты попал в такую ситуацию. И дальше ты думаешь, как же выбраться отсюда? Писание цитируй, то, что Христос делал, то ты и ты же делай. Значит, если ты попал в ситуацию, на любую ситуацию, важно знать Писание, вот почему читать надо, и вспомнить, что на эту ситуацию говорит Библия. И важно понимать, что все, что мы проходим, трудности на земле, люди до нас их проходили. Библейские герои, библейские истории, они уже это проходили. Иногда мы думаем, что я такой несчастный, мне так трудно, я вот это вот прохожу. До нас проходили. В Библии есть тексты на любую ситуацию. Поэтому ты вспоминаешь, куда ты попал, и как, что Библия предлагает на этот счет, как Библия предлагает реагировать, и ты берешь эти тексты, и ты их цитируешь. Например, приведу вам пример из практической жизни. Например, если вдруг вам страшно, вы боитесь, вы переживаете, и вам просто, вы не спите, весь покой ушел, и вы думаете, окей, окей, я переживаю, значит, теперь, что же делать с этими мыслями, от которых я страдаю, что говорит Библия на тему «не переживай»? Вы находите тексты Писания, и, как я сказал, это не просто психологические такие вот ходы, это духовные процессы, потому что, я уже говорил, йога, восточные религии, они тоже пытаются людям помочь контролировать мысли, только другие источники, другие методы. У христиан другие. Вот это то, что Библия предлагает. Например, 2 Тимофея 1,7 написано, «Бог нам дал не дух страха, а дух силы, любви и благоразумия». Человек прочитал, думает, так, подожди, а что же, как оно мне помогло? Прочитал, да, вот этот текст подходит, в мою ситуацию подходит, я боюсь, переживаю, а дальше ты сам себе это говоришь, сам себе цитируешь, во-первых, потому что это основание твоей веры. И ты как бы сам с тобой общаешься, потому что ты в своих мыслях все равно с тобой разговариваешь. Хоть тебе и трудно признаться, что как это буду, сам себе вот это говорить, а ты все равно сам с тобой разговариваешь, в своих мыслях, я же говорил, там война происходит. И ты это провозглашаешь, во-первых, себе, а во-вторых, ты это в духовный мир отпускаешь. Потому что в духовном мире там не работают кнопки, там работает другая тактика там божье слово христос говорил написано вот как там это работает поэтому важно знать эту методику и цитировать это иногда это не обязательно вслух всем кричать ты сам себе это в машине тихонько скажи в комнате в спальне скажи еще одна ситуация практическая например вас кто-то обидел и у вас опять в голове идет война то там была передышка спокойно потом раз и у вас там куча мыслей там со всех сторон как бы все летит свистит и вы думаете окей так значит ситуацию попал а как же теперь отреагировать вы снова ищете что говорит библия на подобной ситуации например 1 петра 3 9 не плати злом за зло оскорблением за оскорбление напротив благословляйте потому что вы к этому призваны прочитал и думаешь прочитать легче чем сделать правда вот и выбор вот и боятся борьба а противник написано как дьявол ходит чтобы кого поглотить он свои мысли запускает то ты ему дает ему скажи ты ему текст они хотя бы то и молчи такое там отправь то пусть знает и восклицательных знаков штук 10 поставь вот будет понятно а тут смотришь а библия говорит нет 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 по другому мысли по другому мысли и у тебя борьба как же я буду теперь мыслить вот в этом и весь процесс которому призывает нас писание иисуса навина 18 написано пусть книга закона всегда будет у тебя на устах синодальный перевод говорит пауч пусть это закон книга закона не отходит от уст твоих заметьте что когда это говорится это имеется ввиду не только проповедуй а исповедую пусть это на устах твоих будет правда никогда на это не обращали внимание итак друзья практический шаг как обновить свое мышление это цитируй писание на каждую ситуацию а для этого его нужно знать а иногда нужно просто признать господь вот этого тексте читаю я даже его не понимаю я никогда так не пробовал я если честно господь даже не верю до конца что она мне поможет но я выбираю тебе верить я так действую четвертый шаг как на практике обновить свои мысли это фильтруй или перенаправляй мысли фильтруй ответственность за разум ложится на нас помните разум это поле битвы я уже об этом много раз повторял именно в разуме решается куда эти мысли пойдут дальше либо мы их примем и они пойдут в сердце либо мы от них откажемся отвергнем и перестанем о них думать и вот один яркий пример как мысли в процессе разрушают человека деяние 5 3 написано слушайте смотрите за текстом для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль и дальше идет действие как результат принятой мысли солгать духу святому здесь очень важно увидеть что есть разные источники мыслей это могут быть наши мысли человеческие это может телевизор там что-то предлагать соц сети а есть дьявол который точно точно претендует на твой разум на твое мышление сто процентов много текстов мы читали что в этой духовной войне дьявол задействован и дальше мы видим что подтверждение того что сатана атакует наши мысли здесь очень ярко написано сатана атакует и нам важно анализировать то есть фильтровать свои мысли чтобы они не попали в сердце иначе писание обличает с нас спрос вот некоторые думают ну я не виноват что там к примеру какие-то дурные мысли лезут в голову нет ты не виноват за то что они в разум иногда стучаться проходят но если они попали в сердце вот там ты виноват у тебя был выбор пустить не пустить у тебя есть власть эти мысли не принимать это мышление менять и здесь написано почему ты допустил то есть обличает писание человека а кто автор мыслей сатана ты разрешил сатане вложить мысль в сердце но еще очень интересно что мысли не попала в сердце сразу этот процесс нельзя упустить в начале она в разуме вот там ты проиграл поле битвы и потом она попала в сердце и там ты уже сам попал и вот именно об этом пишет и призывает нас писание в английском переводе написано ты допустил сатане заполнить твое сердце my head you let's say to fill your heart то есть это опять же оно заполнялось и ты имел на это право чтобы его не допустить один практически практически интересный вопрос это как узнать если твои мысли на уровне разума или они уже попали в сердце правда же это важно знать на практике я наверное признаюсь что это сложный процесс иногда нам трудно определить на каком этапе находится наша мысль но есть точно симптомы которые подтверждают что эта мысль уже попала в сердце первый симптом это наши действия это когда человек начинает неправильно действовать против духа писания начинает неправильно говорить какие-то злые там резкие слова это не соответствует христианскому образу и из писания мы знаем что написано от избытка сердце говорят от избытка откуда сердце значит мысль которая была здесь попала здесь и вышла здесь вот легкая математика как она работает подтверждается что мысль уже села в сердце попала иногда человек борется мучается с этими мыслями что с ними сделать а бывает человек уже прошел этот этап он уже не мучиться или он никогда даже и не боролся он сразу вышел сразу сказал выпалил все что думал написал второй момент как это на практике подтверждается это срок мысли срок иногда например когда мы попадаем сложной ситуации или сложные отношения мы начинаем опять же борьба в разуме там война происходит мы от этого сами тоже страдаем боремся и дальше определенно короткий срок это допустимо но если эти мысли они в тебе уже неделями месяцами и тебе не нужно напоминать а ты проснулся и ты вспомнил за этого человека а не дай бог ты его встретил где-то ты такую не хочу даже рядом находиться вот эта мысль уже в сердце ты понимаешь что идут уже у некоторых года года проходят а отношения не меняется всегда такая реакция такая только не он вот эта мысль в сердце попала она уже там укоренилась и это называется по-библейски горький корень горький корень от которого конечно же стоит избавляться поэтому все начинается с мыслей и писание призывает нас иногда мы там пытаемся контролировать свои действия правда иногда контролируем язык а когда мы контролируем мысли а чтобы легче было контролировать мысли и язык то есть простите действие дела и язык нужно контролировать мысли писание начинает вот как бы правильно сначала вот оттуда все начинается поэтому друзьям еще с написано в такое предупреждение еремеи 414 доколе будет гнездиться в тебе злочастивые мысли обращая внимание на слово гнездиться гнездо вот снова можно сказать что ну я же не виноват что там такие мысли мне лезут в голову как человек не может запретить птицам летать над головой но человек имеет право и власть запретить этим птицам светить гнездо на голове точно так же и с мыслями поэтому разум еще можно сравнить с садом сад если за ним не ухаживать то вы знаете что с этим садом будет в этом саду можно сеять добрые семена а интересно что бурьян растет сам интересно что сорняки поливать даже не надо вы представляете само само все растет вот так друзья и мысли если человек умышленно свой разум не заполняет божьим словом умышленно не фильтрует не контролирует свои мысли то там так зарастет что потом сам можешь там этих джунглях потеряться вот почему важно не дать укорениться плохой мысли в твоем огороде то есть в разуме иисус говорил матфея 9 4 вы помышляете в сердцах ваших худое а эти святые стоят так молча и выглядят так праведно это откуда он знает ты ему что-то говорил не стоят молча если ты молча это еще не значит что мысли правильно исак все растерялись да сейчас не знаем говорить или молчать так вот иисус смотрите подтверждает что он видит мысли и осуждает за неправильные мысли в сердцах поэтому друзья в нашей практической жизни вот приведу пару примеров из своей жизни как можно обновлять мысли обновление ума на практике например пример от на пример отношений обида конфликт и вот человек например я замечаю что я например об этом думаю насколько этот человек неправильно со мной поступил насколько этого не заслуживаю я раздуваю задыхаюсь от саможалости я этого не достоин как все несправедливо и потом проходит час проходит 2 уже мы подбираемся к ужину а я смотрю что я просто этим вот наполнен я об этом думаю я вижу продуктивность работы падает я вот об этом только думаю и вот я где-то там стою и подходит там ребенок мой и начинаешь это со мной разговаривать а я на него почти злю что он меня перебивает что я сам собой разговариваю поджига как ты это так смог а вот мыслях там война ты понимаешь там же напряжение тут воюешь не знаешь сам с кем с чем в мыслях и тебя тут кто-то перебивает их вообще не слышишь и вдруг я говорю господь я не хочу об этом думать я это сказал и получил откровение что до этого лет двадцать я никогда так не говорил я даже не знал что так можно говорить я был убежден что если ты так думаешь ты не виноват виноваты люди и виноваты обстоятельства они тебя спровоцировали достали обстоятельства ты в них попал просто и ты думаешь и правда тоже не я виноват а библия говорит обновляй мышление преображаетесь трансформируйтесь по-английски be transformed обновлением ума оказывается значит ты можешь свои мысли останавливать можешь контролировать и не только можешь от нужно ты должен это делать если не будешь фильтровать то там будет просто очень ядовитая атмосфера ты сам в одиночестве можешь задохнуться от своих мыслей поэтому друзья обидчик может быть сто процентов неправ но от негативных мыслей ты себя разрушаешь внутри а иногда это может быть мышление на другие темы это могут быть какие-то сексуальные развращенные мысли это может быть зависть это может быть осуждение что угодно это может быть какие-то там не знаю идолопоклонство чему-то его человек вот в этом квасится живет и кажется как бы ну типа нормально на самом деле библия говорит нет ненормально как вот с этим справиться новости политика все нам информацию дают вот об этом думай вот так вот реагируй и вот человек принимает принимает и так вот живет написание призывает нас эти мысли фильтровать и вам приведу пример еще когда же во время духовных моментов человек вот может улетать в мыслях вот я утром встал и молюсь это я сейчас рассказываю за свой примере жизни обычно я молюсь закрытыми глазами молюсь нормально молодец потом открываю глаза смотрю бумажка валяется на полу я так думаю себе что она там валяется ну типа дальше молюсь а потом думаю вчера я там точно не было она там в листе бумаги что-то написано я так шею растягиваю что ж там интересно написано ну и дальше молюсь я опять эта бумажка стоп богдан ты же молишься и правда я даже во время молитвой хукерс был это это за эту бумажку какое дело причем тут бумажка даже во время молитвы тебе кажется такой мусор в голову лезет что если ты не молишься то кажется как трудно с этим всем справляться и вот это друзья такие практически банальные примеры я обращаюсь к богу и говорю господь просто прости меня я настолько из человеческой плоти сделан что просто без тебя мы вообще ноль никуда а мы думаем и такие духовные там мы думали такой молодец я стал молиться мы думаем что мы такие зрелые какие тебя вот так вот увести в сторону обмануть мысль запустить вот так вот изи и ты такой понимаешь на кого вот это да если человек не фильтрует мысли он постоянно попадает куда-то его куда-то заводят и помните мы читали бодрствуйте ибо противник ваш дьявол ходит и он ходит не только чтобы там тебя заманить в какой-то там блуд а просто мысли мусор тебе туда послать в разум и ты будешь об этом думать будешь этим жить будешь этим страдать вот почему написано be sober minded by on alert по-английски там написано чтобы будьте на страже ваших мыслей это очень отражается на христианское развитие на состояние наше поэтому когда мы признаем вот эти вещи в своей жизни нам иногда легче если мы не фильтруем наши мысли и они укореняются в нашем сердце разум сердце тогда это стает твердыней складом ума что такое твердыня я тоже этого слова боялся и тоже не понимал что оно значит но давайте мы с читаем в этом всем процессе очень ключевой текст 2 коринфянам 10 4 читайте внимательно потому что текст сложный оружие воинствования нашего не плотские но сильные богом на разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение не спроверг восстающие против познания божия и пленяем всякое помышление в послушание христу звучит духовно это не значит что это понятно правда а теперь давайте попробуем разобраться первое в этом тексте снова подтверждается что идет духовная война духовный мир реальный написано потому что говорится об оружии написано начало оружие воинствования нашего помните я говорил человек в комнате у него там взрывы война идет оружие воинствования нашего какое оружие не плотское то есть ты не текст месседжи отправляешь и ты кнопки не нажимаешь и ты сам себе не можешь помочь там есть другу другой уровень только духовное и дальше друзья вот это интересное то о чем мы с вами уже говорили где происходит война помните где происходит война в голове правда трудно признать идешь по коридору и там война а там такие взрывы ты думаешь ну неужели как бы все же вроде вокруг тихо спокойно а там в разуме и здесь друзья написано твердыни вот это слово что такое твердыни твердыни это сформировавшиеся неправильное ложное мышление это ложные убеждения это когда человек верит что-то неправильно и он встает заложником он не свободный он пленник вот этот твердыня других переводах твердыня это еще крепость такая мощная сильная крепость неразрушимая ее можно только блага только духовными принципами разрушить и изменить и вот здесь написано мы читаем оружие наше мы разрушаем твердыни твердыни где здесь я думаю наверно 99 процентов из нас не думает что у нас есть твердыни я тоже не думаю мы с вами в принципе хорошие но почему-то же для верующих это написано твердыни в разуме которые иногда вот получаются которые нужно разрушать и писание призывает нас к активной борьбе быть на страже и смотрите снова про войну пленяем берите в плен эти мысли но это уже вообще интересно ну как как это их брать в плен кого если вы почитаете контекст вот этой главы то вы увидите что апостол павел выступает против вот этих разных течений лжеучений которые идут против учения христа то есть вот все что противоречит учению христа в контексте вот апостол павел им напоминает что вот основание которым нужно противостоять и что такое на практике пленяя мысль это нужно определить вражеские мысли и убить их или взять плен то есть сидишь сам за рулем на кухне посуду моешь как я уже сказал а там войнушки идут и вот ты так думаешь там что-то делаешь и тебе нужно определить вот эти мысли которые туда стреляют это от кого они это вражеские это где свои где чужие где божье а где а где сатанинское и ты вот так фильтруешь определяешь это только хоп стоп останавливаешь вот эту мысль берешь в плен ну еще примерно как это работает вот вы там в конфликт в конфликт с кем-то попали и вот горечь распирает как бы и вот человек вот мучиться и так тук-тук кто там мысль вот сап что там скажи ему ну хотя бы ты кстати ему сделай стоп-стоп-стоп подожди подожди здесь не ладно заходи попало в сердце дальше тук-тук кто там мысль окей что там у тебя ты знаешь я бы наверное с ним больше никогда наверное руку бы ему не подал подожди возле дверей ну ты вспомни вспомни ситуацию как как с как тебя просто не знаю наказали заходи следующий снова тук-тук окей что еще там саможалость и ты такой в гневе как бы и вот эти мысли как бы идут идут потоком это потом стоп-стоп-стоп-стоп ребята стоп-стоп ты как бы догоняешь игруш так стоп-стоп все сюда присели сели остановились ты так вот думаешь думаешь потом раз так решил так всех связать ребята всех связать в плен или послушание христу или вон отсюда растерялись и мысли и ты потому что никогда так не делал и получается как бы примерно конечно же эти иллюстрации это я просто придумал хоть как-то пытаться разобраться как это на практике работает потому что же пленяем послушание христу мысли это значит это значит что любая мысль которая не соответствует критериям учения христова приходят мысли по бизнесу как реагировать в отношениях как реагировать там какие-то не знаю материальные мысли там мечты вот и сравниваешь вот эти мысли мои о которых никто не знает они соответствуют учению христа проанализировал и говоришь нет не соответствуют они противоречат духу писания и ты просто решаешь ok все либо эту мысль я в послушании христу что значит я ее заставляю повиноваться христу я сам себе говорю потому что в мыслях мы же сами собой общаемся вы знаете да и вот я сам себе говорю что нет я не буду так думать я не хочу так думать вот эти мысли которые меня вот отводят от главной цели моей христианского предназначения я их заставляю слушаться повиноваться божьему слову или же если нет не повинуетесь в послушании христу все в плен это это и отказываюсь от этих мыслей я вас связываю вот это друзья примерно картина который происходит в духовном мире и здесь я хочу чтобы мы конечно все правильно поняли как бы цель не в том чтобы там человека там как-то представить что он видеоигры играет какие-то или там сам собой разговаривает цель просто понять сам процесс как работает духовный мир и как мы можем реагировать вот на основании этих текстов писания прочитаю вам еще один текст из нового перевода попробуйте остановиться и задуматься над ним например это тот же текст 2 коринфянам 10 мы сражаемся необычным оружием слушайте каждое слово но оружием бога которая способна разрушить самые неприступные духовные твердыни где они дальше читаем мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания бога и дальше мы берем в плен каждую мысль чтобы сделать ее послушной христу я думаю друзья что если мы приходим к богу честно искренне и говорим господь вот этот текст писание прочитал и признаюсь я его не до конца понимаю не до конца верю не до конца даже знаю как оно там работает но я просто полностью тебе доверяю я хочу чтобы это работало в моей жизни помоги мне научи меня и никогда не знал что я вот должен настолько фильтровать свои мысли столько вот беды вокруг меня из-за меня или я сам себе ее создаю господь я пленяю всякую мысль в послушании христу я просто выбираю это делать хотя сам может быть не все до конца понимаю но вот это основание твое слово написано противостойте дьяволу твердую верою и вот на этой вере на этом слове я стою и прошу тебя пожалуйста помоги мне вспомните когда вы смотрели телевизор и вдруг вы понимаете что эта программа которую вы смотрите она на вас плохо влияет оно как-то так токсично оно как-то подавляет ваш дух вам неприятно вы оглядываетесь а дети рядом есть вы не хотите чтобы дети видели то что там по телевизору показывают вы берете пульт клик и переключили программу перешли на другую волну и там так прислушались а что там рассказывают и там тоже что-то такое такое левенькое такое говорят и ты чувствуешь что-то чё-то тут не то так пару минут клик переключил на другой канал послушал и понимаешь вот мой дух он в гармонии с этим я питаюсь я наслаждаюсь это вот соответствует моему духу ты говоришь я хочу вот этим назидаться и ты слушаешь вот так друзья и с мыслями всегда вспоминайте пультик нужно носить собой чувствуешь канал неправильный достаешь библию пультик клык на другую волну чувствуешь нечаянно не на тот канал попал опять переключай до тех пор пока ты не найдешь правильную волну которая тебя успокаивает которая тебя утешает который тебя медленно так исцеляет внутри а иначе мысли просто раздавят и никого нету вокруг а ты сам почти умираешь вот почему важно открывать библию и противоядие 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 против этого токсичного мышления и вот какой вывод друзья либо ты возьмешь свои мысли в плен либо окажешься в плену своих мыслей в плену быть плохо некомфортно ты бессилен ты заложник вот почему христос освобождает от неправильного мышления разрушая всякие твердыни склад ума и если вы страдаете этими мыслями негативными плотскими горечью чем угодно мысли которые не в гармонии с писанием и вы хотите обрести свободу помните что слово божье говорит и вы познаете истину и только истина сделает вас свободными сам как бы мне не было жалко тебя ты не можешь освободиться только истина только божье слово может тебя освободить от этого мышления которое разрушает тебя внутри друзья перед нашей молитвой хочется напомнить что не хорошо когда аппетит контролирует вас аминь что-то так не уверен скоро обед я понимаю но не уверен а правильно когда вы контролируете аппетит аминь точно так же с мыслями не мысли контролируют тебя а библейский принцип ты контролируешь мысли иначе каковы мысли человека такови он your thoughts they're not your master они не должны быть твоим начальником а ты над ними господствуй используя библейскую тактику и методику которая работает в духовном мире христос сказал иеремии 17 я господь я проникаю в сердце и я испытываю разум господь он обращает внимание не только на слова не только на дела на мысли я господь я проникаю я испытываю я тестирую даже твое мышление и жду с твоим двадцатилетним стажем чтобы мы все пришли к этому этапу обновление ума преобразование которое так необходимо всем нам будьте благословенны друзья пусть бог всем поможет поделитесь этой проповедью возможно с другими людьми рассылайте чтобы люди получали свободу и сами будьте благословены аминь